Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами декорируем вот такой замечательный ежедневник. Я выбрала черный ежедневник. Я брала ежедневник с расчетом на то, что внутри его декорировать не буду. То есть у меня здесь черное обрамление идет, сзади его тоже декорировать не буду. Мне нужна только передняя фасадная часть моего ежедневника. Для того, чтобы начать декорирование, я загрунтую фасад ежедневника, назовем его так, белой краской. Перед тем, как покрывать белым грунтом, я ошкурила поверхность. То есть я взяла обычную шкурку, вот такой кирпичик у меня есть, и ошкурила поверхность, и она у меня стала глубоко матовой. Что делаем мы дальше? Мы с вами берем акриловую краску и покрываем переднюю часть ежедневника белой акриловой краской. Далее нам нужно после высыхания приклеить вот такую вот замечательную бумажечку. Я сделала распечатку на обычной бумаге А4 формата. Мы приклеим эту распечатку на наш ежедневник. Для начала мы ее размочим водичкой. Сейчас нам важно промазать клеем наш ежедневник и наклеить нашу распечатку. Клеем я не жалею, потому что у нас поверхность, в общем-то, достаточно неплохая адгезия получилась. Но все равно нам важно, чтобы распечатка держалась, поскольку вещи будут пользоваться. И приклеиваем нашу распечатку. Далее для нашего декора нам потребуются вот такие вот пластиковые молдинги, которые мы делаем сами. Мы делаем эти молдинги из молдов. Интересно, да? Молдинги? Молды, молды, молдинги. Но мы привыкли их называть отливочки, пластиковые отливочки, потому что мы их сюда заливаем. Или заливочки. Так вот, если правильно, то молдинги. Так вот, мы делаем их сами. Из вот таких молдов силиконовых, которые мы тоже делаем сами. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы производим и это, и это в нашей студии. И потом то, что мы производим, мы используем для декорирования наших работ. Что, собственно, вы можете сделать тоже? Например, вам понравился какой-то молдинг. Ну, например, вот этот. И вы хотите либо заказать его, например, да, для декорирования какой-то конкретной вещи. Либо заказать вот такой молд и заливать вот такие молдинги самостоятельно. Их можно заливать из гипса. Можно делать их из самоотвердевающей массы. Можно делать из пластика. Можно даже, люди умудряются делать их из акрилового герметика. То есть, в общем и целом, найти, что сюда залить или, например, вдавить какую-то массу самоотвердевающую, не проблема. Важно, чтобы был молд. Ну, а если вы не хотите заморачиваться, вы можете, собственно, заказать вот такие пластиковые отливочки. Они у нас, в общем-то, по очень доступным ценам. Их очень много, там 200 вариантов, по-моему, если не больше. Ну, вот, заказать и, в общем-то, пользоваться, украшать предметы своего интерьера. Мебель можно украшать, можно украшать кухонные какие-то предметы. Можно украшать какие-то, например, предметы, которые стоят у вас на столе. Шкатулочки, всякие там разные, я не знаю, тумбочки. Не важно что. Важно, что этот объем, который сейчас очень моден, можно его, им можно придать вещи какой-то некой эксклюзивной, знаете, такую вот, ну, волшебность, что ли, волшебство какое-то. Так вот, для того, чтобы заказать подобные вещи у нас, вам нужно пройти по ссылочке внизу этого видео. Там вы увидите каталоги. Вы заходите в каталог и комментируете, например, какой-то понравившийся вам молдинг или молд. И пишите, я хочу заказать такой молд. И человек, который занимается у нас оформлением заказов, свяжется с вами. Напишет вам, какие ваши дальнейшие действия для того, чтобы сделать заказ. И сейчас наша задача залакировать наш ежедневник. Смотрите, я немного обработала по краешку черной краской ежедневник, чтобы все-таки у нас слилась наша бумага с нашим цветом ежедневника. И сейчас наша задача залакировать матовым лаком нашу бумагу, которую мы наклеили. Потому что иначе при любом попадании, например, карандашом зацепили, ручкой, знаете, зацепишь и все. Потом это стереть невозможно. А когда вы защитите лаком, в принципе, можно будет стереть. Сейчас нам нужно окрасить наши элементы. Я использую для этого акриловую аэрозольную краску черного цвета. С помощью этого клея нам нужно приклеить наши окрашенные и сухие, уже высохшие элементы на наш ежедневник. Сейчас я промазываю клеем элементы и прикладываю их к книге. Наш ежедневник готов. Посмотрите, как круто получилось. Как будто вот эти наши вензелечки это продолжение нашего корешка. Ну и вот, друзья, смотрите, вроде бы обычный ежедневник был, да, ну вот такой. И вот что можно сделать, какую красоту с помощью вот таких декоративных элементов. Творите, друзья, любите, будьте с нами, заказывайте наши потрясающие материалы, которые мы делаем сами, ни у кого таких нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Т.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»